Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Мулежи, два посредника и десятки миллионов. Скандал вокруг задержания высокопоставленного следователя МВД обрастает новыми деталями. Все плывет в сплошном тумане. В аэропорту задерживают рейс, а синоптики объявляют штормовое предупреждение. Решить проблемы дольщиков раз и навсегда. Перед новым главой Минстроя губернатор поставил непростые задачи. Стали известны детали задержания высокопоставленного следователя МВД Веры Рабинович. Следственный комитет сейчас проверяет оперативные материалы ФСБ и решает вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Пресс-служба силового ведомства. Речь идет о получении 10 миллионов рублей через двух посредников. По предварительной версии, еще летом потерпевшему предложили заплатить 20 миллионов за направление его дела в суд. Деньги якобы предназначались начальнику отдела Главного следственного управления Главного управления МВД России по Самарской области Вере Рабинович. При этом посредник намеревался 5 миллионов из этой суммы оставить себе, не оповестив об этом ни потерпевшего, ни сотрудника ГСУ. Мужчина согласился и 17 декабря в рамках оперативного эксперимента в кафе в здании Самарского аэропорта передал первую часть оговоренной суммы. 10 миллионов, при этом часть денег была муляжом. Посредник, в свою очередь, в тот же день передал 2,5 миллиона еще одному участнику схемы, а тот уже отдал деньги следователю. Посредники и высокопоставленные сотрудницы МВД были задержаны оперативниками ФСБ. Громкий скандал прокомментировали и в областном полицейском главке. По данному факту, начальником Главного управления МВД России по Самарской области Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Кардинальное решение проблем обманутых дольщиков – одна из первоочередных задач, которую самарский губернатор Дмитрий Азаров поставил перед новым министром строительства Евгением Чудаевым. Глава региона подчеркнул, что Чудаев обладает необходимым уровнем знаний, а также энергией и ответственностью, имеет успешный опыт реализации масштабных проектов в Самарской области. Отдельно губернатор отметил эффективную работу Чудаева с дольщиками проблемных объектов. Люди, которые десятилетиями оставались ущемленными в своих правах, уже в ближайшие недели начнут получать жилье благодаря тому, что вы своевременно оформили и подготовили проект и выстроили диалог с дольщиками, подчеркнул Дмитрий Азаров. Я думаю, этот опыт крайне важен для вас. Вы имели дело с одним объектом, но сегодня в новой должности вам предстоит, конечно, включиться в эту работу по удовлетворению прав обманутых дольщик по всей территории Самарской области. Очень непростая задача. И зачастую объекты, которые остались, они самые сложные, самые финансово емкие. Игорь Николаевич, вот с присущей вам энергией, профессионализмом нужно организовать эту работу. Решение требует многие вопросы. Нужно завершить строительство объектов социальной инфраструктуры, обеспечить выполнение плана по воду жилья. Времени до конца года очень немного, но нужно мобилизовать коллектив для того, чтобы со всеми поставленными задачами справиться, отметил Дмитрий Азаров. Напомню, должность главы областного минстроя стала вакантной после того, как экс-министр Александр Баландин 6 декабря возглавил Нефтегорский район Самарской области. В последнее время обязанности министра строительства исполнял главный архитект региона Анатолий Баранников. Далее, коротко о других событиях дня. В Самаре задержали несколько рейсов из-за морозного тумана. Рейс Самара-Уфа задержали на 7 часов. 48 пассажиров должны были вылететь в 15.15.18 декабря. Отправились в путь только в 22.00. Все они находились в аэропорту во время задержки. Им предоставили еду и напитки. Для пассажиров рейса Самара-Гуа отпуск начался с 12-часового ожидания самолета. По плану, они должны были вылететь в 22.00.18 декабря. По факту же самолет отправился в путь только в 9.50.19 декабря. Также, по данным Приволжской транспортной прокуратуры, 18 декабря двум самолетам, летевшим в Самару с Гуа и из Волгограда, пришлось совершить вынужденную посадку в Ульяновске. Причина та же – неблагоприятные погодные условия. Тем временем в Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По данным Приволжского гидромедцентра, в ближайшие два часа местами по Самарской области ожидается изморозь в 50 мм и более. Синоптики говорят, она сохранится до вечера среды и задержится на ночь 20 декабря. В связи с этим водители просят быть особенно внимательными на дорогах, не превышать скорость, соблюдать дистанцию. Кроме изморозей, самарцев подстерегает еще один неприятный сюрприз. Ночью столбик термометра опустится до минус 25 градусов. На погоду в губернии влияет мощный антициклон, который переместился из Скандинавии в районы Верхней Волги. Водовод на улице Мариса Тореза в Самаре случайно пробила строительная кампания. Устранением аварии занимаются специалисты ресурсоснабжающей кампании. Работы велись всю ночь и продолжаются сейчас. Из-за продольной трещины будут заменены 6 метров чугунной трубы. Бойлер с питьевой водой находится по адресам улица Волгина, 126, и улица Революционная, 146А. Сейчас проезжая часть улицы Мариса Тореза от улицы Авроры до улицы Волгина перекрыта. За парковку на газонах и вырубку деревьев без разрешения будут штрафовать. Депутаты губернской думы готовятся принять поправки к закону об административных правонарушениях на территории Самарской области. Согласно закону, парковка на газоне влечет штраф для граждан от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических от 30 до 50 тысяч рублей. Точно такие же штрафы предусмотрены за несанкционированную вырубку деревьев. Закон примут на очередном пленарном заседании думы в декабре. Самарту дадут еще почти 28 миллионов рублей. Завершился аукцион, на котором определился подрядчик, готовый взяться за строительно-монтажные работы 2-го и 3-го пускового комплекса Самарского театра юного зрителя. На работы претендовала только одна компания – ООО «Стройкомплекс». Она и выиграла тендер с максимальной ценой контракта. На эту сумму компания обязуется выполнить внутренние отделочные работы и монтаж технологического оборудования. Завершить работы должны до 31 мая. В Самарской школе номер 176 прошла зарядка с российской дзюдоисткой, участницей Олимпийских игр 2012 Ириной Заблудиной. Спортсменка показала школьникам свои любимые упражнения для разминки, а также провела мастер-класс под дзюдо. Зарядка с чемпионом проходит по всей России в рамках проекта «Легенды спорта детям». Его создателем стал Общероссийский народный фронт. Акция существует всего год, но за это время уже было проведено более 200 встреч спортсменов с учениками. В Самарской области школьники уже встречались с генболисткой Ириной Близновой и фехтовальщиком Валерием Захаревичем. Организаторы отмечают, что проект только набирает обороты и в ближайшем будущем встреч со знаменитыми спортсменами будет организовано больше. Мне бы хотелось, конечно, донести до них целеустремленность, чтобы их глаза загорелись желанием прийти в спорт, желанием развиваться, желанием побеждать. Безусловно, это в первую очередь мотивация. Мотивация детей личным примером человека, который достиг больших высот, больших наград, стал чемпионом мира, Европы, Олимпийских игр. Поэтому дети, общаясь с таким человеком, они приобщаются. То есть для них это стимул. Заниматься любимым хобби без потери для родительского кошелька. В Самаре продолжается реализация проекта бесплатных детских секций от Общероссийского народного фронта. Кристина Инчина узнала, где ребенок может раскрыть свой творческий потенциал. Эти юные артисты совсем недавно вступили в большую семью ансамбля «Акварель», но уже разучивают одновременно сложные и красивые движения. Ребята занимаются эстрадными и современными танцами. У нас одна и единственная подготовка в городе, самая сильная в плане хореографии. Мы именно танцевальный коллектив и готовим детей именно по направлению хореографии. В стенах родного ДК на площади Кирова мальчики и девочки занимаются по проекту «Равные возможности детям». В него входят самые разные направления творчества – кружки по актерскому мастерству, игре на музыкальных инструментах и многие другие. Например, «Народные». Поддерживаем направление «Бокс», чтобы дети у нас стали тоже здесь по месту жительства, могли рядом заниматься, не куда-то ездить, а здесь и рядом. «Цирковая студия», потому что это тоже единичное. «Равные возможности детям» – проект Общероссийского народного фронта. Он дарит возможность каждому ребенку заниматься любимым делом в кружках и секциях. На данный момент по всей стране их насчитывается уже более 160. А также студенты, волонтеры и руководители творческих клубов проводят для детей мастер-классы и творческие встречи. И все это самое главное, что бесплатно. Ведь самая главная задача проекта «Равные возможности детям» – чтобы наши дети имели возможность бесплатно заниматься в кружках творческих. Также представители ОНФ побывали на отчетном концерте детского музыкально-хореографического театра «Искорки». Ему исполнилось 20 лет. За все время своего существования мальчишки и девчонки коллектива стали лауреатами 98 всероссийских и международных конкурсов. Кристина Инчина, Артем Сулайманов, События. «Сказка с доставкой на дом» в Кубежском районе Самары на празднике «Два ра» Деда Мороза и Снегурочка поздравили детей. С наступающим Новым годом мы устроили им настоящий праздник. Вместе с ребятами вокруг елки танцевала и наша съемочная группа. Дедушка Мороз, Снегурочка и их помощники устроили праздник для детей прямо во дворе. Возле новогодней елки малыши отгадывали загадки, пели песни и танцевали. К веселью невольно присоединились и взрослые. Погулять, подвигаться, повеселиться. Настроение же поднять. К Новым год же скоро. Жители у нас очень активные, веселые. То есть во всех мероприятиях принимают участие. Недавно этот двор стал победителем в программе «Твой конструктор двора». Теперь совместно с администрацией района здесь провели праздник для детей и поздравили жителей с наступающим Новым годом. С наступающим вас Новым годом и хочу пожелать, чтобы пусть Новый год со счастьем новым под звон бокал в ваш дом войдет. И вместе с запахом еловым здоровье счастье принесет. Счастье вам, вашим детям, всем близким и родным. Такие праздники двора проходят в каждом районе раз в сезон. Каждый раз к детям приезжают новые сказочные персонажи. Мэри Елчан, Анастасия Ерыгина, Кристина Инчина, Николай Сидоров. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы в следующие выпуски. Больше тысячи откликов за неделю. Самарская общественность решает судьбу парка 60-летия советской власти. От елок останутся только палки. В Самаре всерьез взялись за коммерсантов, незаконно торгующих вечно зелеными красавицами. Весь год театр. Начальники от Мельпомена рассказали самарскому мэру, чем будут удивлять публику. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!